Спасибо большое, коллеги. Спасибо за возможность представить нашу работу в новом формате онкологического форума. Тема моего сегодняшнего доклада – характеристика ЧЕК-2 ассоциированных опухолей и молочной железы. Хорошо известно, что около 10% опухолей и молочной железы представлены наследственными случаями. Они имеют определенные клинические характеристики, в том числе множественность поражения, билатеральное поражение молочных желез, раннее развитие опухолей и отягощенный семейный анамнез. На данный момент все гены, известные как ассоциированные с развитием рака молочной железы, относятся к системе репарации ДНК. Наиболее известные – это, конечно, гены БРК-1 и 2, которые отвечают примерно за 30-40% всех наследственных случаев. Данные опухоли характеризуются абсолютно показательными клиническими молекулярно-генетическими особенностями, чаще всего представлены трижды негативными опухолями. При этом среди них высокая частота ассоматических мутаций по 53, повышен уровень геномной нестабильности, что, в свою очередь, дает замечательную возможность для клинической терапии этих опухолей, препаратами платины и парп-ингибиторами. Среди среднепенетрантных мутаций наиболее часто встречаются мутации в гене ЧЕК-2. ЧЕК-2 является протеин-киназой, серентрианиновой кеназой, которая участвует в основных процессах регуляции клеточного цикла. Взаимодействует она в том числе и с П53 и отвечает на повреждения ДНК внешними факторами. Что известно о ЧЕК-2 ассоциированных опухолях? Среди пациентов в северо-западном регионе России, а также в некоторых странах Восточной Европы, встречаются три повторяющихся мутации. Они являются транкирующими, то есть нарушают рамку считывания и приводят к синтезу нефункционального белка. Известно, что ЧЕК-2 ассоциированные опухоли чаще всего представлены гормоноположительными опухолями, имеют в целом неблагоприятное течение заболевания. На данный момент неизвестно специфического лечения, которому ЧЕК-2 ассоциированные опухоли были бы чувствительны. В связи со слабой изученностью ЧЕК-2 ассоциированных опухолей в научной лаборатории молекулярной онкологии было проведено данное исследование. Первая его часть была представлена молекулярно-эпидемиологическим исследованием «Случай-контроль», во время которого мы оценили встречаемость мутации ЧЕК-2 среди пациенток с раком молочной железы и здоровых доноров. В нашей популяции ЧЕК-2 мутации были обнаружены в 3% случаев больных раком молочной железы. Чаще всего встречалась крупная делеция 5395 нуклеотидов. Поскольку для данной же группы были ранее получены данные о встречаемости частых БРК-1 и 2 мутаций, мы смогли оценить средний возраст пациентов. Для ЧЕК-2 ассоциированных опухолей, для ЧЕК-2 носительниц, возраст среднего развития рака молочной железы оказался выше. Около 30% ЧЕК-2 носительниц имеют отягощенный семейный анамнез, что сопоставимо с таким показателем для БРК-1, ассоциированных опухолей. Однако, в отличие от них, только в 5%, точнее в 3 случаях, были обнаружены билатеральные опухоли. Дело в том, что ЧЕК-2 мутации связывают не только с раком молочной железы, но и с развитием других онкологических заболеваний. В частности, с раком щитовидной железы, с герминогенными опухолями. В том числе, на данном слайде представлена недавняя публикация нашей лаборатории по изучению частоты ЧЕК-2 мутаций в герминогенных опухолях. Нас заинтересовало сочетание раком молочной железы с раком щитовидной железы. Для дополнительного исследования был проанализирован онкологический регистр Центра онкологии имени Петрова, а также истории болезней пациентов, поступающих в лабораторию молекулярной онкологии для молекулярно-кинетического тестирования. Было обнаружено 69 пациентов, у которых по данным их истории болезни сочеталось развитие рака молочной железы с раком щитовидной железы. Для 35 пациентов материал был доступен для генетического исследования. Оказалось, что при такой отягощенной группе мутации ЧЕК-2 обнаруживаются в 14% случаев. На данном слайде также представлены данные наши по оценке частоты ЧЕК-2 мутации. В герминогенных опухолях она сопоставима с таковой для раком молочной железы составляет 2,5%. Поскольку БРК-ассоциированные опухоли имеют абсолютно четкие клинико-морфологические характеристики, мы приняли решение об оценке различных показателей клинико-морфологических в ЧЕК-2 ассоциированных опухолях. Для этого было проанализировано 102 случаи ЧЕК-2 ассоциированных опухолей, истории болезни и их клинические характеристики. Оказалось, что подавляющее большинство представлены эстроген-прогестерон положительными. Всего около 3% опухолей были представлены трижды негативными случаями. Существуют данные в литературе о различии опухолей, вызванных разными ЧЕК-2 мутациями. Мы оценили различные клинико-морфологические характеристики, в том числе индексы прольферации, статус рецепторов, возраст заболевания, наличия семейного анамнеза в группах опухолей, связанных с разными мутациями, с тремя основными мутациями ЧЕК-2. Но различий по параметрам этим выявлено не было. Естественно, что когда мы говорим о наследственных опухолях, наследственных раковых синдромах, мы всегда имеем в виду так называемую двухударную концепцию, что если у человека инактивирована одна из копий гена, то возникновение дополнительной мутации в нормальной копии значительно ускоряет развитие опухоли у конкретного человека. Для БРК-ассоциированных опухолей потеря нормальной копии гена БРК в опухолях является чрезвычайно распространенным явлением. Это происходит за счет утраты части хромосомы или за счет соматической мутации. Мы оценили статус соматического, соматический статус локуса гена ЧЕК-2 в 53 ЧЕК-2 ассоциированных опухолях. Делали это с помощью аллель-специфической ПЦР, которая оценивает присутствие нормального и мутантного аллеля в опухоли, хотя в данном случае она не всегда может достоверно продемонстрировать нам количество на представленность каждого из аллелей. Поэтому дополнительно нами исследовались однонуклеотидные полиморфизмы в локусе гена ЧЕК-2 с помощью капельной цифровой ПЦР. Данный метод позволяет абсолютно количественно оценить представленность каждого из вариантов. Таким образом, для трех вариантов ЧЕК-2 ассоциированных опухолей было показано, что частота потери гетерозиготности достаточно частое явление и в среднем составляет около 40% опухоли. Кроме того, для 9 опухолей был выполнен анализ полноэкзомный. Дело в том, что известно, что некоторые спорадические опухоли молочной железы являются настолько же чувствительными к препаратам платины, как и БРК-ассоциированные опухоли. Они, по-видимому, являются их фенокопиями по своим молекулярно-генетическим характеристикам. И данное явление называют браконос. Браконос характеризуется конкретными перестройками, высоким уровнем генетической нестабильностью, который повторяет таковую у БРК-ассоциированных опухолей. Кроме того, полноэкзомные исследования опухоли молочной железы показали, что каждый из подтипов опухоли молочной железы характеризуется своим паттерном соматических мутаций. В 9 образцах, исследованных нами методом полноэкзомного секвенирования, мы наблюдаем паттерн мутаций, характерных для люминального подтипа. В 4 случаях была обнаружена мутация в гене Пиктрисей, которая в данный момент довольно интересна с точки зрения клинической в связи с появлением на рынке ингибиторов Пиктрисей. Мутации П53 для данного подтипа не характерны, были обнаружены всего в одном случае. Что касается общей перестроенности генома опухоли, то по результату высокопроизводительного секвенирования нам удалось оценить степень нарушений копийности в геноме опухоли. На данном слайде представлена относительно неперестроенная опухоль. Здесь всего 1% различных нарушений копийности. На данном слайде представлена опухоль, содержащая мутацию П53. Как вы видите, степень перестроенности генома данной опухоли очень высока и составляет около 40%. В клинических исследованиях, в которых степень данных перестроек используется в качестве критерия включения, указывается треш-холд, пороговый уровень значимости в 14%. Мы показали, что все образцы, в которых наблюдалась потеря нормального аллеля гена ЧЕК-2, они в целом были более перестроены. Таким образом, данный показатель, статус нормального аллеля гена ЧЕК-2 в ЧЕК-2 ассоциированных опухолях может стать параметром для отбора пациентов на терапию, аналогичную для пациенток с наблюдаемым эффектом брака на нас. Спасибо за внимание. Продолжение следует...